дальше продолжать эти эфиры и надеюсь нас будут слышать и освещать это очень важно для всех сейчас ждем александр анатольевича надеюсь он выйдет в эфир сегодня и вчера получал много сообщений от людей которые непосредственно профессиональные журналисты и все стараются помочь своим профессиональным мнением как правильно это все делать вот видите сегодня в наушнике поэтому может быть и не фонит и достаточно хорошо у нас получился эфир без перерывов обязательно будем делать это дальше я думаю что много тренеров много ребят игроков и вообще людей которые неравнодушны к нашему виду спорта хотят быть услышанными но к сожалению сейчас это очень трудно сделать и достучаться со своим мнением обычному маленькому человеку потому что я могу сказать о себе в моей бытности моей работе как тренером в россии удалось столкнуться к счастью с очень хорошими учителями очень хорошими людьми и специалистами в нашей области в частности александр огородников все зашел те люди которые знают и могут помочь нашему виду спорта в его развитии предложить какие-то свои идеи и хотят быть услышанными это очень важно очень важно также чтобы вся работа нашего водного пола не за не замыкалась на одном имени или на одной фамилии и много людей входили в этот ряд которые могут нести и в третьих что мне хотелось бы подчеркнуть лично извините которые сейчас возглавляют наш с вами федерацию обучались росли и не останавливались на достигнутом ведь медаль которую принесла нам женская сборная в рио это большой шаг вперед для развития водного пола но к сожалению мы дожили с вами до следующей олимпиады которую перед перенесли но тем не менее и на мой взгляд мы не смогли воспользоваться этой прекрасным результатом в лице наших девчонок и очень слабо идет развитие о каком может быть идти развитие речь когда российские спортсмены российские тренера смотрят только наши прямые трансляции и хорошо что это сейчас делают да раньше не было и этого прямые трансляции чемпионата европы но не транслируются не выводят в интернет российская федерация водного пола не освещает остальные матча ведь много интересных команд много интересных игроков и тренеров которым стоит и на которых стоит учиться нашей молодежи нашим тренерам и вообще быть на на шаговой доступности как говорится от европейского водного пола мы должны к этому стремиться к этому идти но только в лице новых людей с новыми идеями и еще раз повторюсь что к моему не только к моему большому сожалению забыто то поколение а прекрасных спортсменов игроков которые завоевали серебряные медали на олимпиаде в седней бронзовые медали на олимпиаде в токе о господи на олимпиаде 2008 года в китае на олимпиаде на олимпиаде не на олимпиаде В молодости Пантюлина и сейчас Лисановой, жена нашего капитана национальной сборной. Вот мама ее машет рукой, она тоже тренер и уехала развивать регион. Так, мы продолжаем, Александр Анатольевич пытается войти, вот присоединился. Наташа, Нателла, извините, я не могу сейчас войти с вами в прямой эфир, если хотите мы сделаем это позже. Сейчас ждем Александра Клеменова, поэтому извиняюсь. Да, это правильно, детский спорт надо поднимать. Именно детский. Так, Александр Клеменов, мы ждем, когда Александр нажмет кнопку. Да, именно детский, но, Галя, я правильно обращаюсь, тут вопрос из студии. Поймите, что международный опыт, он обязательно нужен. И нужен именно тем клубам, которые находятся в топе нашего регулярного чемпионата. Без международного опыта, выступления в Лиге чемпионов, в Европейских кубках, без привлечения международных игр к нам в регионы или даже к нам в страну, мы не сможем поднять молодежь. Молодежь не будет видеть тех специалистов, тех топовых игроков, которые они должны видеть вживую, которых можно, так сказать, пощупать. Дмитрий Стратан нас сейчас смотрит, Дима, привет. Поэтому без международного опыта мы, к сожалению, захлебнемся. Поэтому мы и говорим, что надо делать больше домашних игр. И игр надо делать не в Рузе, при всем моем уважении к этой школе, при всем моем уважении к тренерам, которые там работают. Но национальная сборная, поймите, не может играть в таких городах. Хотя там ведется, Вова Галкин ведет грамотное освещение и дает хороший комментарий и оценку игры. Но, тем не менее, количество посещений в таком прекрасном комплексе – это очень сжато. Конечно, хотелось бы, чтобы эти игры проводились в Питере, в Москве, в регионах, там, где люди спокойно могут добраться. Но игра в Рузе в 6 часов вечера и много посетителей, которые хотят приехать посмотреть из Москвы – это очень проблематично сегодняшний день. Я с вами согласен, да, поэтому мы должны это с вами обсуждать и мы должны приходить к общему знаменателю, как это лучше сделать, как лучше развивать. Но самое главное, что нельзя топтаться на месте – это факт. И надо привлекать крупных и больших специалистов. Ведь, если мы коснемся сейчас зарплаты тех, которые получают там, наверху, ее можно поделить на двоих классных специалистов, поверьте мне, которые… Я сейчас говорю не про тренерские кадры, а про развитие, про тех людей, которые отучились на это, и те, кто знают толк в этом. Их можно… Эту зарплату поделить на двоих и прийти к супер неповторимому успеху. Это определенно так, и запрос тебе давно отправлен. Так, Саша, не вижу запрос, еще раз как-то попробуйте выйти. Александр Клименов запросы отправил, но я его почему-то не вижу. Может, как-то кто-то подскажет. Пока у нас отправлено. Девочки, дорогие мои, пожалуйста, не шлите сейчас запросы. Это касается тех, кто на данный момент отправил. Потому что просто мы не сможем услышать Александра Анатольевича. Паша, я полностью с тобой согласен. Я сейчас, Паш, прокомментирую тебя тоже. Сейчас боеспособная сборная, но не все сильнейшие игроки вызваны, а должны играть только сильнейшие. Я, безусловно, согласен, Паш, но мы помним прекрасный момент, когда все сильнейшие тоже не играли и при разных тренерах. Это внутренняя система коммуникации наших клубов, к сожалению, с нашей федерацией. Об этом мы сейчас ведем речь. Ведь если мы посмотрим не так далеко, а буквально в Венгрию, где пришел к управлению, знаменитейший тренер к управлению и к президентству Кемени, который вокруг себя собрал то олимпийское ядро, на которых равняется и равнялась вся Венгрия. Это трехкратные, двукратные олимпийские чемпионы. Им удалось сделать топовый чемпионат на сегодняшний день. Им удалось войти в элиту мирового водного пола, как в судейском штабе, так и в тренерском. Я уже не говорю про тех игроков и талантов, которые они воспитывают на всех уровнях, касаясь школы и на взрослых. Извините, вот, да, был сейчас Клеменов. Так, 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 был Клеменов. Секундочку, секундочку. Я, к сожалению... И то, что сейчас делает Венгрия, это достойно всяческих уважений. Они, опять же, собрали всех в основном топовых игроков. Так, Клеменов, не вижу запроса. А, вот все. Саша, Саша, привет. Еще раз тут я пока отвечу тут людям на вопросы. Да, да, да. Максим, уровень судейства в России упал ниже Плинсен. Потому что те новоиспеченные, те, которые обслуживают чемпионат, вообще не понимают, что такое водная пола шанона. Поэтому потакает связь в том, что... Я... Нужны... Да, нужны же полизы, да. Смотрите, по поводу судейства. На самом деле, судейство, поверьте, моему опыту, имеет место быть их ошибки. И к этому не надо относиться с такой долей презрения. Потому что на сегодняшний день за судейство, насколько я знаю, отвечает Сергей Наумов. Да, это судьяк топ-уровня, который отсудил Олимпийские игры, которые... А, я, кстати, могу соврать. По-моему, Светлана Древаль была на Олимпийские игры. Я вот... Но Наумов это тот человек, который может обучить. И я знаю, что делается с его стороны и семинары, и старается освещать в том направлении, в котором он это видит. Но... Назначение и препятствие, мне кажется, это как-то выше его сил. Назначение тренера судейского штаба. Поэтому международный опыт и игра клуба февраля, не только сбор. Так, будет играть... Вы читайте комментарии, ребят, мы постараемся на них ответить. С нами Александр Анатольевич Клеймёнов. Мы ждём от вас вопросы именно ему, и на то, что он сможет, он постарается дать чёткий, как и всегда, многозначимый ответ. Александр Анатольевич, приветствую ещё раз. Присоединялся к вам, да, наконец-то. Да, да, да. Александр Анатольевич, давайте подытожим, да, наш прекрасный разговор, беседу с вами. мы ждём выборов, мы ждём новые лица. Александр Анатольевич, давайте подытожим, и на этом мы с вами... Да, я, в общем-то, полностью с вами согласен. По судейству я всё прослушал, конечно, есть какие-то там перегибы, вот, это очень много и спортсменов, и тренеров, когда такое необъективное идёт судейство. По нашим делам с вами я ещё раз говорю, вы все прекрасно знаете, что на чётном конференции перевыборной всегда есть делегаты, которые приезжают, в основном эти делегаты приезжают у нас из городов, где водное поле не очень популярно. Они поднимают руки и голосуют за тех людей, которые их обзванивают. Да. Обзванивают, говорят, что голосовали за тех, кто за тех, кто они поднимают руки, и поэтому фактически 15 лет у нас всё происходит в одном ручьи, ключе. Поэтому, если опять проголосуют так же, как голосовали до этого 15 лет, то мы получим ту же схему, по которой будут работать. Те же люди, два-три человека новых, и все те же люди будут рулить, и опять же, вы будете все там же за бортом, работая за бортом водного пола. Единственный вариант это есть поднять голос, не то, что мы там говорим, нас там считают, что мы люди, которых нас там от бачка отделили, ни от какого бачка нас не отделили. Вот. Мы прекрасно без них справились, мы прекрасно без них доказали, что мы существуем без них и ещё лучше. Вот. Поэтому этим людям просто должно быть стыдно, которые нас отлучили от водного пола. Как с них, как с гуся вода. Поэтому для всех остальных не надо быть равнодушным, надо высказывать свой голос. Сейчас вы мне скажете, что я сижу в тёплой ванне в Испании, другие сидят на севере африканского кондиента, и можем открыть голос. Да, можем. Но мы этим людям всегда при работе говорили в лицо, поэтому они нас ненавистят и не допускают обратно. Вам. Вы от них зависите, вы можете потерять место. Я прекрасно вас понимаю, как я работал в Киришах. Когда мне говорили одно в лицо, а выходя из моего кабинета говорили другое. Понимаете? Вот. Поэтому, ребята, ну что, нам надо объединиться и просто высказать общее мнение. Сделать бумагу, письмо, подписаться всем, для того, чтобы Власенко Алексей Викторович нас услышал, и чтобы привел его внимание на отчётной конференции те замечания, те высказывания и наши с вами общие действия показать. Что мы готовы показать новые варианты развития ситуации. Понимаете? И что есть достойные люди, которые могут занять позиции тех людей, которые столько лет сидят и кашеварят на плеке водного пола, знаете, делают похлёбку, которую потом все должны есть. Пора поменять меню и пустить туда новых поваров, которые могли бы немножко освежить. Понимаете? Меню, которое нам предлагают каждый день. А это никуда, понимаете? Вот это Путин никуда. 15 лет они доказали, что ничего они сделать не могут. Я ещё раз говорю, они ссылаются на женское водное поло. Но вы-то все знаете, вы-то все работаете. Женское водное поло существует отдельно от Федерации водного пола. Это Златоуст, это Кириши, и это Москва. Всё, кто туда, кандидатов. Волгоград сейчас влился, потому что там новый тренер. Тренер, который возглавляет и команду Волгограда, и команду сборной. Но, знаете, вот Волгограда там не было. Поэтому давайте нормально подходить к делу, что если мы сейчас не сломаем эту ситуацию и не будем настаивать на проведении в этом году отчёта перевыборной конференции с предназначением другой команды, другой команды, кандидатов мы создадим на все места. Я вам уверен. я вас заверю. Мы найдём людей, которые туда могут встать. Если это моё совместное решение, то да, то мы вот то, о чём с вами говорим, мы можем сделать. Ну а если так опять разрушены, все как бы будут согласны на местах, что так 10 мячей вам дадут, ворота вам продадут, тогда действуйте так, ребята, это ваша жизнь. Понимаешь, я не хочу так жить. Я живу так, как вы видите. Понимаете? А другой хочет жить как под дикток у тех людей, которые сейчас там наверху. Они себе всё создали. Ты им не интересен, я тебе говорю. Ты им не интересен. И главное, чтобы их не трогали. Это вот главное. Чтобы далее им доработать ещё 10 лет, пока их там ни дух не свалит с ног. И всё. Но ты, ты тренер, им не интересен. Ты спортсмен, им не интересен. Поэтому ты должен это чётко знать. Что если сам ты не зацепишься и не выплывешь, они тебе руки не подадут со своей лобцией. Они будут идти дальше по волне, по течению. Но ты им не тренер, ни спортсмен никак не интересен. Это я тебе заверяю. И ты это видишь ежедневно, как к тебе относятся, как тебя судят, как с тобой разбираются. Поэтому дай Бог тебе здоровья, как тренер, терпеть это, если ты терпила. И если ты спортсмен, ну играя ещё до 50, пока ты не упадёшь, это просто честно. Потому что у тебя дальше всё тупит. Ты ушёл из бассейна, если тебя местное руководство не пристроит директором стадиона, директором спортсколы, ещё куда-то тебя не засунут, а всех засунуть невозможно, то ты сам себе принадлежишь. Понимаешь? Никто за тебя не вступит. Потому что у нас даже нет профсоюзов в спортивных, как в Америке, как в Канаде. Кокейн, это, это. Тебя никто не защищён. Ты только благодаря своему здоровью и терпению. Поэтому надо ломать это. Ломать и делать то, что как во всем мире. Этими 80-ми годами и звоном этой олимпийской медали. Понимаешь? И ходить там, всем говорить, что мы вот олимпийские чемпионы, а кто будет? Ну мы-то уже доказали, кто мы. А вот остальные молодые ребята, как сказать, даже не могут мастера спорта выполнить. А те, кто мастера не заслуженные, те, не международные, а почему? А потому что вы не выигрываете. А почему вы не выиграете? Это надо спросить у руководства. Почему вы не можете выиграть? У вас тренируют, у вас деньги, бюджет у вас есть, все есть. Министерство спорта вам все делает, сборы, все, почему вы выиграть не можете? Спроситесь. У Шаронова, почему вы выиграть не можете? Почему так сделаем? Почему процесс так построен, наверное, неправильно, может быть, в каких-то моментах? Вы же здоровы, если я на вас смотрел. Крепкие ребята, которые там можете вообще там сломать любого. Выиграть. все в ваших руках. Если вы будете терпеть, терпите. Если вы будете дальше так жить, ну живите. Вот и весь расклад. Все как бы. Понятно? И выставить свои требования насчетно-перевыборных конференций. Вот это главное. А властин, я думаю, нас поддержит. А эпоху мусору после перенесенного коронавируса, за который сейчас они не могут уже месяц проголосовать, что надо, еще раз говорю, проголосовать нас, чтобы остановить чемпионаты. Одна смерть перечеркнет все. Но это ваша смерть будет, не их. Понимаете, ребята? Ваша смерть, которая никому не интересна. Я еще раз говорю. Поэтому, как вот у нас есть. Будем начать надеяться, что 12-го перенесший коронавирус в президенте Ярослава, но по выступит жестко и скажет тем, кто там что-то дует. Конечно. Не в ту дуну. Конечно. Что надо отправить и делать уже прогноз и планировать работу для того, чтобы выйти на Олимпийский. Конечно. Александр Анатольевич. Я надеюсь, вы со мной 90% всего, что я вам сказал за эти три дня согласитесь. Александр Анатольевич, давайте с вами знаете, что ваша позиция и моя абсолютно совпадает по поводу остановки чемпионата и завершением тех мест, тех клубов, которые остались в регулярном чемпионате. Это, безусловно, так. И мы, вопрос остается открытым, почему федерация в лице Евгения Константиновича Шаронова за то, чтобы продолжать чемпионат, это остается загадкой. И если есть какие-то у кого-то аргументы по этому поводу или аргументы Евгения Константиновича, почему не прерывается чемпионат и не дают спокойствие как спортсменам, так и руководителям клубов, менеджерам и так далее. И уже думать, как говорится, фьючер, на следующий сезон и дальнейшие предстоящие соревнования. Александр Анатольевич, тот человек, который выиграл два чемпионата Европы на высоком уровне, я думаю, вполне готов прокомментировать и мы все к вам прислушаемся выступления мужской сборной и женской сборной на чемпионате Европы. Давайте по мужской начнем. Вкратце ваше мнение и оценка выступления. Вкратце, если сказать от мужского вводного пола, что мы ожидали. Основное, это прорваться в восьмерку. На нет вопрос вы выполнили. Вы, опять же, прекрасно понимаете, кто за чертой в восьме находится, что это за команда. Люди, которые приезжают после работы, тренируются, выпивают пивка, залезают, там покидали, пошли, покушали, 200 посидели, пивка попили. И то не каждый день тренируются. Это те команды, которые в восьмерку не попали. Теперь берем те, которые попали в восьмерку. Ну, мы конкретно заняли восьмое место. Что я говорю, бюджет наш, команды, я не думаю, что ниже команды Испании, а тем более какой-нибудь там Хорватии. Понимаете? Бюджет команды, которые государство выделяет. Понимаете? Базы у нас не хуже, я вам сразу говорю. У нас все лучше. Почему такой результат? Это, наверное, надо спросить наверху. Я еще раз говорю, за мужиков отвечает Шарон конкретно. Сколько раз он у вас был? Ни разу. Ни разу. На тренировке, чтобы он просидел от звонка до звонка. Ни его, ни барское дело. Теперь, тут все ясно, восьмое место, там, где мы должны быть. И это, я думаю, все сидящие согласят. Самое главное, я считаю, мы попали на олимпийский отбор, где нам по плечам отобраться на олимпийские игры. Абсолютно. Мы задачу выполнили, вы выполнили, не он, не Шарона, вы выполнили. Вот. Теперь задача, задача, чтобы было все правильно, чтобы не было, знаете, как в бочке, говорил Георгий Петрович, чеклана, знаете, когда в бочку с вином попадает один маленький дохлый крыс, приходится вино, все кислится и приходится выливать, понимаете, а попал туда маленький дохлый крыс, как он говорил. Чтобы не попал туда маленький дохлый крыс, надо быть такими ребятами, как вы, и поставить себе задачу выскочить на олимпийские игры. Теперь, тут задача все ясна, да? Да, женская. Да. И это вас никто не отнимал, потому что игра начинается от счета 0-0. Да. А дальше уже тренеры, руководство, если все будет в кулаке, все работать будет и наверху, а Власенко, я считаю, он человек, который имеет достаточно влияние, еще раз говорю, это не Шаронов, который сидит там, глазки выпучит и все. Власенко решальщик в нашем виде спорта. Он может пролоббировать и может продавить. Поэтому, если, еще раз говорю, он встанет на сторону сборной мужской, но чтобы не было у нас предателя в другом человеке, понимаете, это важно. Ну, по женщинам гораздо все проще, понимаете, мы поехали на Европу, сколько мы уже там не выигрывали. Ну, последний раз в честь нас звучал вообще в честь нашей страны в водном поле, последний раз гимн звучал в 2010 году. Тогда в третий раз Александр Кабанов Сергей Кабанов выиграл с командой в чемпионат Европы. Все. На этом гимн нашей страны закончил где-то что-то. Ну, я не беру молодежь за игры, там, да, это другой совершенно уровень, я еще раз говорю, я не приезжаю ни в коем случае работу тренеров, но еще раз говорю, судят по мужской в первую очередь и уже потом по женской команде о ситуации водного пола. Петенки заняли второе место. Еще раз говорю, очень почетное место обыграть венгерку себя дома, сразиться в финале с Италья, с Испанками. Да, можно говорить, там команды слабые, слабые гречанки, никакие еще что-то. Еще раз говорю, я опускаю все моменты. Результат достигнут. Первое, что как тренеры отчитались перед руководством, что вопрос выполнен, на Олимпиаду мы попали и улучшили с пятого места предыдущей, по-моему, да, игрок была. И, допустим, сегодня серебряная медаль, конечно, огромный успех. Я еще раз говорю, и мне не надо результаты. Да, когда я был, там одно было требование, у меня вопрос стоялся не первый, тебя выгонят, а здесь никто никого не выгоняет, здесь у ребят есть возможность поработать от одной Олимпиады до другой, потому что в Бразилии был хороший результат, была бронзовая медаль, ребятам дали 4 года карт-бланш. Поэтому я считаю результат нормальный, серебряная медаль. Да, ну, опять в честь нас ничего не сыграли. Ну, как говорится, не каждый день стоишь и с лизами на глазах ждешь диму с флагом и каждому с аналом. Вот, но еще раз повторяю, результат сделан, на Олимпиаду попали и сейчас надо готовиться. Женский водный пол немножко сложнее ситуация, потому что девчонки возрастные у нас. Да. Если это 24-й год, она 21-й, эту команду, я думаю, у нас придется поменять. Хорошо, у нас задел там хороший, Маркович Накорягов, они работают, вы видите, скально, сейчас тянулось туда, для меня это было очень приятно, но такой, непонятно, как допустили, что она начала работать на уровне сборной. Это правильно решить, уже она доказала. Многолетняя работа своей, там больше 20 лет, давая такую приятную замечательную спортсмену, как это удавалось ей в Золотоусте, сейчас она переехала в Нижний, и в Нижний, я уверен, тоже пойдет результат в город. Приятно, что ее назначили на детский водород. А дальше идут Накоряков, дальше идет Маркович со своими медалями золотыми. Конечно, это говорят о многом, потому что есть задел для будущего. Но я еще говорю, перенесена Олимпиаду на 2021 год, но никто не говорит о том, что это точно будет. В таком же варианте ее могут перенести на 2024 год. Вы же видите, честно. Решения конкретного нет, она отодвинулась, но не утверждена. Поэтому если на 2024 год совсем другая задача. Другие отборы наверное будут, другое все пойдет, я так понимаю. Александр Анатольевич, я скажу, очень тяжело провести чемпионат мира и Олимпийские игры в один сезон, плюс следующая зимняя Олимпиада. Я полностью согласен с вами. Поэтому тут я еще раз говорю, мы должны радоваться, что сейчас на данный момент мы вот так, мы в обойне. Но дай Бог, чтобы ну дай Бог, чтобы это все осталось. Понимаете? Вот. Поэтому я считаю на конференции отчетный примут, как всегда, восьмое место на Европе замечательный результат для мужчин и великолепный результат серебряная медаль для женщин. Хотя испанки, вот по нашей игре с вами, испанки всегда был проходной наш вариант. Я когда работал в Кабанов, когда работал, команды испанки для нас были проходные. Вот. Ну и для команды нынешних тренеров тоже. Испания на Олимпиаде оказалась проходной, когда в последней группе вышли на первую позицию испанок, мы прошли. Понимаете? Вот. Всегда команда была проходной. Жалко, что в этот раз не удалось. Александр, извините, перебивая, тут нам пишут, что уже убрали Скалину со сборной. Кстати, у кого есть информация, напишите, почему мы не в курсе этих событий. Тоже очень странно, кто принимает такие решения и почему. Да, да. Вот вы видите, вот так вот у нас в жизни. Понимаете? Да. У нее серебряная медаль на домашнем первенстве Европы. Ну, видите, вот я еще раз говорю, это по-разному, понимаешь? Можно считать вот одну медаль как золотую, понимаешь, как говорил Александр Сергеевич Кабанов всегда. Третье место это ты выиграл медаль. Третье место. А серебряная медаль мне не почетно для тренера, потому что проиграл финал. Как прислушиваться к старшему товарищу, Александр Сергеевич Кабанов всегда интересно очень может завуалировать так и проигрыш и выигрыш. Понимаете? В две стороны можно повернуть. Еще раз запомните, бронзовую медаль ты выиграл, а серебряную ты проиграл финал, понимаешь? Да, да, да. Для тренера лучше бронзовую, чем серебряную. Это жизнь. Конечно, неправильно, но как бы по поводу сборной Испании прекрасно работает третий уже сезон. Микки Око, олимпийский чемпион, держит команду в кулаке, постоянно идет ротация новых кадров, много талантливых игроков. и в Испании мы посмотрим, как работают клубы, как работают школы, какая связь в Испании между федерацией и клубами. Я думаю, что мы обязательно сделаем выпуск, посвященный этому, и нам есть, кто может об этом рассказать. Одно только замечание по Испании, вам конкретно говорю, почему Микки Око играет и работает столько времени. первое, потому что в Испании есть две женских лиги, две, и проводится еще, помимо этого, чемпионат Каталунии, где восемь команд играет. Вы вдумайтесь, в России, а у них восемь в Каталунии только. И в чемпионате Испании две лиги. Ну, о чем вы можете говорить, ребят? Испания, 40 миллионов населения, солнце и оливковое масло, больше ничего нет. Но они живут в Лошинах, понимаете? И в коронавирус по восемьсот евро всем раздали. Что хотите? Вот вам ответ. Окей. У них Каталуния только вокруг Барселоны восемь команд и свой чемпионат Каталунии. И плюс ищут, вот где я живу, тут вообще нет водного пола. Но все равно четыре команды у них существуют, которые приходят и играют на уровне девочек. А из этих четырех уже одну в сборную привлекают молодежки. Она там и столба лучше. Понимаете? Вот вам есть расклад. Александр Анатольевич, Дмитрий Стратан задает вопрос, как прокомментируете назначение Габи Эрнандеса в РЭК главным тренером? Александр Анатольевич отвечал уже, но Диме, Диме, пожалуйста. Да, для меня секрет, потому что вчера я с ним разговаривал, там мы по бизнесу разговаривали по одному, вот, такому серьезному. Вот он как раз ко мне обращался, интересовался одним вариантом совместной работы в бизнесе. Вот, а вчера буквально я прочитал на испанском сайте, что ему получил предложение. Хотя вы видите, у него же была провальная игра сборной Бородилии на Олимпийске. Три года он фактически не был задействован. Испания, Испания. Да, 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 откуда выплыл, я не знаю, хороший парень связи. Вот я вам еще раз говорю, потому что связи, есть связи, понимаете? Да. Обычно как бы забыли про этого тренера, похоронили бы, и все, его не было бы, с костями. А испанцы, помимо того, что они полностью контролируют Южную Америку, куда они посылают всех, плюс, они своих ребят засылают в Японию и Корею, где они дают консультации на 2-3 месяца и летят туда и получают хорошие деньги, понимаете? Плюс, эти ребята же из Испании приезжают, тот же Габи Ирнанден был в Америке на всех этих классах, которые там устраиваются. Тот же, очевидно, да. Ему платят, понимаете, за эти деньги. Он летал в Америку каждый год, он мне рассказывал, что он там хорошо зарабатывает, прилетая туда на сезон, отрабатывая вот на этих кампус, как называется в Испании, это летние лагеря. Чудак зовут. Вы учите английский язык воспользоваться, для этого нужен человек, который будет рулить, а у нас его нет. Вот вы видите открытый расклад, почему сейчас про Рэко лучший клуб в мире будет возглавлять специалист, который не был олимпийским чемпионом и не выиграл ни одного соревнования в жизни. Ни чемпионат мира, ни Кубок европейских чемпионов, ничего он не выиграл. Он сейчас про Рэко. Да, для Дмитрия Ивановича Троттана это тоже задача. Для Дмитрия Ивановича я так думаю. Да. Понятно. Ну вот мои ноги, видите, я думаю, более-менее я вам все тут рулил. Да, мы все-таки надеемся, что на испанские берега вы будете приезжать в отпуск. И если люди поймут, что нужны специалисты такого уровня, которым приведут европейский менталитет и придут с новыми мыслями, если люди на это посмотрят с правильной точки зрения, то мы вас увидим под флагом российским, а в Испании будем встречаться только на курортах с вами. Александр Анатольевич. У меня есть квартира в Санкт-Петербурге, у меня есть квартира в Москве. Да, да. То, что я сейчас живу, как и многие наши соотечественники за рубежом, это не говорит о том, что я не могу взять себе билеты и позволить жить в России. Я еще раз говорю, у меня и на берегах Невы, и на берегах река Москвы как бы все жильем решено. Все. Остается только правильное решение. Да, я считаю тоже. Но я думаю, что уже Власенко созрел для того, что Алексей он не дурак, тем более мы вместе с ним из одной лужи московской, бассейн Москва, а теперь храм стоит на нашем месте, а мы там с ним воспитались, и были правильные тренеры, которые нам помогали. Я думаю, Алексей все-таки он не глупый парень, и Алексей Викторович уже понял, кто стоит справа, кто стоит за спиной, и, конечно, он понимает, все это свидетельство. Единственное, ему надо принять решение, не дать ход назад, и, в общем-то, есть команда, и есть люди, которые готовы помочь ему. Да. С дверью с точки все это. отлично у нас получились эфиры, к сожалению, мы связь наладили только к третьему, и я думаю, что Александр Анатольевич, наверное, подтвердит, что это не последний наш с вами эфир, обязательно будут новости, мы постараемся освещать. Надо обсуждать все наболевшие темы, надо обсуждать результаты, я еще раз говорю. Очень важно, это же очень важно, мы живем в одной семье, а семья у нас такая, знаете, как камерная, очень мало, водная полная, в тени футбол, там миллион людей, там хоккей, понимаешь, все клубы-то не знают, люди, какие играют. Да, вот тут ребята пишут, тут ребята пишут, спасибо за эфиры, ребят, мы будем стараться делать это дальше, чтобы каждый желающий и те люди, которые имеют отношение непосредственно к одному полу, смогли высказаться на этой площадке, и будем делать так в лице Александра Анатольевича, чтобы эти люди могли быть услышанными. Александр Анатольевич, спасибо вам за эфир, мы встретимся с вами на берегах Испании, как только запустят авиасообщение. Мы вас с вами обнимаем, спасибо. Всем привет, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Спасибо.